И, наконец, еще один препарат. Из линейки ДНИ это бифизим. Это препарат, созданный с целью вспомогательной терапии инфекционных заболеваний, связанных с какой-то внутриклеточной инфекцией. Не секрет, что большинство антибиотиков, большинство тех терапевтических средств, которые сейчас используются, они не способны воздействовать на внутриклеточную инфекцию. Пример проката, пример туберкулез, пример системные кандидозы, грибковые поражения, токсоплазмоз, герпес, цитомигаловирус и так далее. На самом деле, никого не хочется пугать, хотя самому страшно. Мы очень мало знаем о внутриклеточной инфекции. Особенно в свете последних данных о открытии нанобактерий и нанопаразитов. Все, большинство во всяком случае, вот инфекционных агентов, внутриклеточных инфекционных агентов, они живут в клетке, которая называется макрофаг. Это удивительная клетка, макрофаг. Это клетка, обладающая самым большим разрушительным потенциалом, самым сильным разрушительным потенциалом в организме. Известны работы, когда вот эти клетки, легочные макрофаги, растворяли дюралюминевую стружку. И тем не менее, при определенных условиях, в этих самых клетках начинают жить бактерии, начинают жить паразиты, вирусы, грибы, которые вообще не могут существовать в окружающей среде. Пример тому, палочка проказа. Палочка проказа. В настоящий момент снова идет нарастание числа больных проказой, включая успешные развитые страны, Соединенные Штаты Америки, например. И до сих пор каких-то средств, действительно приводящих к излечению от этой внутриклеточной инфекции, нет. Тем не менее, палочка проказы, она настолько нестойкая, что не могут даже найти среду, в которой можно ее культивировать. Она сразу гибнет в окружающей среде. Тем не менее, она успешно выживает в макрофагах, которые обладают совершенно потрясающим разрушительным потенциалом. Что при этом происходит? Это отдельная история. Но в свое время Роберт Кох, великий немецкий микробиолог, один из основоположников микробиологии, предложил терапевтический подход. Который заключался в том, что надо вводить вещества, которые будут воздействовать именно на вот эти клетки-макрофаги. Ну, тогда еще Роберт Кох не располагал теми знаниями о макрофагах. Тогда только-только эта клетка начинала интенсивно изучаться. Но тем не менее, подход был именно такой. Надо активировать собственные силы организма, которые легко переварят вот эту внутриклеточную инфекцию. К сожалению, современный подход все-таки состоит в том, чтобы синтезировать какие-то токсические соединения, которые будут избирательно накапливаться и уничтожать эти бактерии. Сколько бактерий, столько антибиотиков. На самом деле, мы сейчас знаем совсем мало о возбудителях внутриклеточной инфекции. Создание новых антибиотиков – процесс чрезвычайно затратный. Это миллиарды долларов. Это годы до 10 лет труда. Таким образом, можете себе представить, насколько затянется борьба и поиск каких-то эффективных лекарственных средств с внутриклеточной инфекцией. А природа не ждет. Действительно, я не оговорился вначале, туберкулез по-прежнему относится к неизлечимой болезни. Действительно, даже в Соединенных Штатах уже бьют тревогу, потому что многие эксперты считают, что все идет к пандемии туберкулеза. Пандемии туберкулеза. В этой ситуации мы попытались объединить все те знания, которые мы накопили о действии олигонуклеотидов, о действии биофлавоноидов, других соединений, какие-то достижения биохимии и патофизиологии, наиболее подходящие для этой цели. И попытались создать препарат, который будет действовать действительно вот на эту клетку, на макрофаг, с тем, чтобы эта клетка смогла спокойно справиться с той инфекцией, которая живет и прекрасно чувствует себя в макрофаге. С этой целью создан бифизим. И в бифизиме есть несколько компонентов, которые через разные рецепторные пути воздействуют на метаболизм макрофага и его активности. Между прочим, олигонуклеотиды также приводят к активации макрофага и к усилению его переваривающей активности. Но в бифизим введены еще компоненты, выделенные из клеточных стенок различных бактерий. Все это гидролизовано, все это связано с полиэтиленоксидом для увеличения геодоступности. И в конечном итоге этот препарат обладает таким многокомпонентным воздействием. Это воздействие через специфические макрофагальные рецепторы. Тем, кто интересуется, я могу сказать, что это рецепторы ТОЛЛАЙК 4 и 9 типа. Это рецепторы СД-14. Но кроме того, естественно, бифизим вызывает увеличение наработки эндогенного интерферона, который также является третьим воздействующим компонентом. Таким образом, совместное действие вот этих трех компонентов приводит к совершенно очевидной активации макрофагов и в конечном итоге перевариванию внутриклеточной инфекции. Как можно относиться к моим словам? Есть ли доказательства всему этому? Мы можем сказать, что те данные, которые мы накопили, свидетельствуют, что бифизим при, скажем, герпетической инфекции гораздо более эффективен, чем ацикловир и завиракс. И в тех случаях, когда ацикловир или завиракс не спасали людей при опоясывающем герпесе, при выраженном болевом синдроме, бифизим в течение двух-трех дней приводил к полному стиханию заболевания, каких-то клинических проявлений. Но и при ряде других заболеваний бифизим также обладает очень хорошим эффектом. Все препараты линейки ДНИ прошли государственную регистрацию и разрешены к производству и обороту на территории Российской Федерации. Интернет-проект «Здравствуй» приглашает к сотрудничеству всех, кто здоров, но хочет улучшить качество своего здоровья. Всех, кто болен и хочет избавиться от своей болезни. Врачей, кто лечит по долгу службы и хочет искренне ускорить выздоровление своих клиентов. Всех, кто хочет помочь ближним, облегчить здоровье. Заказать продукцию и получить ответ на любой возникший у вас вопрос вы можете, позвонив по московскому телефону 96 95 951 с 9 до 23 по московскому времени. Также, заказать продукцию и получить консультацию вы можете, воспользовавшись нашим сайтом www.zdravstuy.ru или электронной почтой info-sobaka.ru Сотрудничая с нами, вы приобретаете возможность не только помочь многим людям обрести физическое и душевное здоровье, но и возможность дополнительного и порой очень существенного заработка, что никогда не является лишним. Мы приветствуем всех и говорим всем здравствуй! А это значит будьте здоровы!